всем привет меня зовут владимир мельникова и я снимаю видео для своего канала на ютубе в частности про материаловедение сегодняшняя тема технологические свойства металла обработка металла происходит с помощью своей сваримости металла ковкости металла жидкой текучести и так далее вообще этот технологический технологические свойства металла как правило встречается уже в металлургии то есть это уже вообще практически другая сфера деятельности но мы то есть я в данном случае расскажу так пару слов для общего образования и собственно расскажу про термин который встречается и у металлургов и у нас у автомехаников чтобы мы как бы понимали о чем идет речь и так первый из них это сваримость металла это получение нераздельного металла путем оплавление кромок и сварных соединений должно быть по прочности характеристикам приближаться к основному металлу но вообще что такое сварка в целом это тот же паяльник о котором я уже рассказывал в одном из своих видео в разделе слесарные дела называется пайка ссылка соответствующие будут в описании к видео так вот по сути это все тот же паяльник просто им самая такая первая характеристь которая может прийти в голову это то что они отличаются по размеру то есть паяльник это вот маленький прибор устройство вот а сварочный аппарат он большой и как правило работают с большими металлами с балками с арматурами и так далее то есть это самый первый очевидная разница и есть еще множество других которых я буду рассказывать естественно в последующих видео а сейчас я привел самый простейший пример который все должны знать второй термин это ковкость металла это способность металла изменять свою форму под действием и после снятия нагрузки сохраняя ее вот тут по сути более простыми словами уже не скажу тот самый что есть самое простое определение к ковкости металла но в качестве пример я могу привести как сказать диски у автомой у автомобиля есть штамп штампы штампованные диски которые выпускаются заводы-заготовитель а если ты и диски ну как правило их уже покупают отдельно вот и собственно какая разница между ними разница в том то что кованые диски лучше то есть их изготавливали изготавливали не штампом там вот просто вот залили металл формочку и получили данный диск нет кованые диски делаются вручную в сказать точнее вот специализированных кузнях то есть их куют вручную вот и когда ваша диска скажем так по какой-то причине деформируется то ли то диска он скажу так восстановлением подлежит но это очень трудозатратно и как в плане физическом так и в экономическом так далее поэтому кованый диск лучше его можно восстановить по крайней мере его есть смысл восстанавливать вот далее жидко текучесть это литьевое свойство способность металла жидкостного заполнять литую форму то есть то что вот у металлургов вот они добывают железо вообще самый первый материал это железо которые добывают на соответствующих шахтах рудниках и так далее вот к ним привозят обрабатывают и и к ним завод отправляют заготовки железа который они уже делают сталь чугун алюминий там медь так далее ну а сортах и разновидности железа я буду рассказывать потом а это я сейчас для общего образования рассказываю так вот я сейчас рассказываю про тот момент где они из обычного железа а железо она как правило не вот прям изначально ровной идеальной формы геометрической да она имеет такую хаотичную несимметричную форму то есть сказать не вот прям идеально который нам нужен а их скажем так собираются специально такой котел скажем так ведро большой формы и вот по принципу супа сперва закидывают металл потом заливают то есть не заливают добавляют специальные флюсы припои это чтобы очистить их окончательно потому что железо хоть закидывают туда чисто но там попадаются какие-то примеси как например земля какая грязь пыль и так далее чтобы максимально очистить отделить железо от механических примесей туда добавляют соответствующие флюсы вот а потом уже в это так называемое ведро вставляют две пластины и подают туда высокое напряжение вследствие чего возникает нагрев металла и он скан так становится жидким меняет свою твердую форму на жидкообразную и потом весь этот супчик варится до тех пор пока он не станет полностью жидким и после этого его скан так выливают в специальной формочки я уже получают то то самое железо которую нам нужно праве правильной геометрической формы и так далее вот собственно в чем заключается понятие жидкой текучести и где она чаще всего встречается следующее это эксплуатационные свойства это износа стойкость холодостойкость жар жаропрочность и антифрикционные свойства и что такое износ стойкость это способность металла противостоять износу а также сохраняется свои геометрические размеры при трении но как правило ничего у нас идеального и вечного нету и поэтому детали автомобилей в том числе рано или поздно не все-таки выйдут из строя есть соответствующие скажем так научные заведения которые стремятся решить этот вопрос то есть делать такую вечную деталь который бы никогда бы скром так не не изнашивалась всегда была в рабочем ходу но таких еще деталей нет но по крайней мере ученые стараются снизить и сноса стойкость к минимуму и у них получается они придумали соответствующие не только металлы естественного происхождения они придумали сплавы то есть соединили два сорта металлы и получили сплав какого-то металла тем самым получили новые возможности новые характеристики и так далее далее это холодостойкость это способность металла сопротивляться холоду в одном из своих видео я уже рассказывал то что металл ему проще поглотить тепло то есть он поглощать в себя всасывать в себя тепло по сути металл он хорошо проводит и холод и тепло но в себя он больше впитывать тепло поэтому железо бывает холодным и это скажем так это минус то что возьми представьте балку то есть или арматуру если арматура нагретая то она имеет свойство как гнуться насколько это возможно а если арматура холодная она треснет пополам и она не имеет свойства в холодном состоянии железо скан так соединяться обратно а вот в горячем состоянии она еще может дар далее жаропрочность это способность металл противостоять температурам плюс нагрузкам то есть это что я уже ранее сказал еще добавляются нагрузки а именно вот например по той же арматуре мы бьем молотком и допустим гнем это все то же самое то что я уже ранее сказал и последний антифрикционные свойства это перемещение с минимальным трением то есть вот представьте себе тормозную систему любого автомобиля ну пускай нашу классику и переднеприводные суть в чем вот трубки которые идут на тормоза и соединяется со главным тормозным цилиндром в них есть жидкость да казалось бы жидкости металла что там такого какое трение оказывается там есть какое-то трение которое изнашивает закупоривает эти трубки в итоге они уже становятся непригодны для работы для работы вот из того что я хотел сегодня рассказать это все всем спасибо не забывайте подписываться на мой канал ставьте пальцы вверх пишите комментарии если есть у кого какие-то вопросы ставьте колокольчик чтобы не пропустить мои новые видео также добавляйте ко мне в различных соцсетей я лично этому буду очень рад там все всем спасибо и дано